самое яркое событие минувшей недели это был визит путина в северную корею и помимо там масса массы так сказать масса последствий этого визита понятно что в конечном итоге этот визит обернется путину достаточно дорого несмотря на помощь северной корее южная корея уже собирается активизировать поставки оружия в украину что украине помощь украине что конечно создаст совершенно другой баланс сил что такое южная корея в плане производства современного оружия и советское оружие северной корее более-менее понятно но тем не менее значит визит состоялся масса была очень забавных моментов основном видно что россия все стало ясно что россия сегодня реально на самом деле сближается с северной кореи причем я бы сказал не выравнивает уровни потому что все таки уровни были всегда разными а практически идет след след по пути северной кореи стали убить этот ряд и оборудованно но вот этот северный расчет все еще и бросает за мысль или она уже как бы это сделать и дальше находки раз уж не шумит и они Ищем. Испехи, как для вас, рекомендуют нас. Испехи. Испехи, как вы видите украинские кистики. Далее, если вы хотите украинские данные, мы все используем. Испехи, как вы можете сделать эту кореючку заменем. изумительно мне больше понравились слова вот надо же так и исковеркать фамилию своего своего лидера вот интересно при сталине бы автора такой песни просто расстреляли значит ким чен-ин путин кто такой путин понятия не имею но вот это реальное дежавю я почему сталина вспомнил потому что на самом деле 70 лет назад нечто похожее уже происходило но правда текст был достаточно выверенный вот послушать а Продолжение следует... Затянутое видео, но тем не менее вы почувствовали разницу. Казалось бы, ремейк, казалось бы, дежавю, казалось бы, повторение пройденного. На самом деле, все-таки явно, что здесь спираль, причем спираль, направленная острием вниз. То есть идет понижение очевидное. Тогда был союз с Китаем, что бы то ни было, большая, великая страна. И причем союз с Китаем был именно как старшего с младшим. А теперь союз с КНДР. Почувствуйте разницу. Причем по отношению к КНДР Путин выступает в качестве путинской рейх, выступает в качестве младшего партнера. И в результате, вот смотрите, абсолютно подхалимская реплика, восторженная подхалимская реплика одного из ведущих персональных летописцев Путина, который рассказывает о том, как вольно дышит человек, имея в виду именно Северную Корею. Есть еще на кого равняться России по вольности дыхания. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Замечательно. Вот действительно, где еще так вольно дышит человек, как в Северной Корее? Вы знаете, вот в принципе, движение в сторону Северной Кореи, оно происходит во всем. И в частности, оно происходит и в уровне жизни людей. Пока еще не достигли этого, пока еще идем вслед-след, но не достигли этого уровня. И вот если, поскольку у государства сегодня есть деньги на войну, то, естественно, нет денег на все остальное, в том числе на пенсии. И народ вынужден выживать. Ну, а люди правильно говорят, что если невозможно прожить на пенсии, просто перейдите с масла на маргарин. Прожить только на одну пенсию? Нет. Нет. Смотря какая пенсия у кого. А так нет. Да нет, конечно. Нет, конечно. Маленькая пенсия. Нет, не может, конечно. Пенсионеры, которые всю жизнь проработали и хорошую пенсию заработали. А есть, которые не работали, у них денег нет. Меньше у них, минималка. Вот они, может, им и трудно. Что делать? Ну, а что, у кого есть силы и здоровье, тот выходит и работает дальше. Не знаю, как-то выживаем, огороды держим. Только работать, 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 работать. Это бесполезно, мне кажется, реже менять надо, а не подрабатывать. Пошли отсюда, пошли. Если на пенсии человек, то надо, мне кажется, работать, чтобы выжить, да. Огород свой, если в деревне живешь. Если в квартире, то переходить с маслом на маргарин. В принципе, сейчас и зарплаты-то у нас такие тоже минимальные. То, что откладывать, где-то что-то вкладывать нереально. На помощь государства стоит надеяться или все-таки своими силами надо? Я думаю, что надеяться нужно, конечно, но, конечно, лучше своими силами. Но терять надежду нельзя на это. На государство? Да нет, на себя. На себя? Конечно. Нет, не поможет. И на себя в первую очередь, и на помощь государству. Нет, я бы не стал. Думаю, что нет, наверное, пока в данный момент нет. Лучше самому. Война в стране идет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!